Привет! Этот телефон купили буквально пару недель назад, и выглядит он так, будто побывал в мясорубке. Очень сомневаюсь, что это гарантийный случай. Никогда, слышите, никогда не забывайте о напитках в стеклянных бутылках, которые вы убрали в морозилку охладиться на 15 минут. Ничем хорошим это не кончается. Мужчина закрыл ноутбук вместе с небольшой стопкой бумаг внутри. Но он не заметил, что листья были скреплены скрепкой. В сервисном центре сказали, что ремонт обойдется в 850 долларов. Учимся на чужих ошибках вместе с факторией. Тот случай, когда твой коллега запер тебя в туалете и со спокойной душой ушел на обед. Непонятно только, специально он это сделал или просто не знал, что кто-то есть внутри. Владелец здания заменил напольное покрытие в коридоре всего этажа. И теперь хозяин ресторана, который арендует здесь площадь, даже не может открыть входную дверь в свое заведение. Автор фотографии долго не мог понять, откуда в его доме идет запах Гарри. Но потом все встало на свои места, пахло от пожарной сигнализации. Все очень даже логично. Присылайте фотографии своих странных ситуаций по ссылкам в описании под видео. Изначально две эти бутылки для воды были одной формы и размера. Но правую решили помыть в посудомойке. Это было очень опрометчивым решением. Девушка очень долго пользовалась этим кулером и не проверяла его. Оказалось, что на обратной стороне крышки уже давно появилась плесень. Следующий бедняга две недели назад купил себе велосипед за 2500 долларов и парковал его в охраняемом помещении для великов в его доме. Но даже это не помогло спасти транспорт от кражи. Автор снимка назвал это ледниковым периодом в морозилке. Кто-то явно давненько ею не пользовался. А теперь, когда морозилка понадобилась, придется как-то выковыривать лед. Бедная девушка потратила всю свою наличку, чтобы получить заветный напиток. Фраза «пожалуйста, не трясите автомат» в этом случае звучит как полнейшее издевательство. Интересно, как часто в автосервисы привозят автомобили, у которых ключ сломался в зажигании? И каким образом они ремонтируют эту поломку? И как же Фактория может обойтись без рубрики «Кухонной неудачи»? Автор снимка с сожалением рассказал, что это была его любимая кастрюля. В это сложно поверить, но виновником погрома стал шестилетний ребенок. Хотя я сперва подумал, что в этот кирпичный забор влетел какой-нибудь автомобиль. У некоторых водителей есть правило не ехать близко к грузовикам. Даже если они пустые, вдруг от него отлетит какая-нибудь деталь и приземлится где-то внутри вашего салона. В этом случае тоже пожаловались на то, что наушники были куплены буквально недавно, во время отпуска. И в этом самом отпуске один из наушников успешно и оставили. Эфирное масло протекло на кухонный гарнитур и оставило после себя такое неприятное пятно. Но вероятность того, что от него удастся легко избавиться, приблизительно равняется нулю. Вот что происходит, когда ты случайно роняешь что-то во время готовки на плиту. Будем надеяться, что эту панель можно заменить без покупки новой плиты. Не знаю, где работает автор фотографии, но он поделился неудачей своего коллеги. Да, ему каким-то образом удалось случайно разрубить свой телефон. Когда-то это было школьным футбольным полем, но теперь его будет правильнее называть новеньким школьным бассейном. Добавьте в расписание плавания и уроки гребли. Автор следующей неудачи верно подметил, что неприятная ситуация выглядит очень дорого. И он вообще сомневается, что ситуацию можно исправить с минимальными потерями. Фотография учит нас тому, что всегда нужно проверять духовку перед тем, как ее включить. И теперь об этом знаем не только мы, но еще и какой-то неудавшийся шеф-повар. Девушка забыла выключить плиту перед тем, как уйти в школу. Примерно через три часа мама прислала ей данное фото. Кого-то дома ждет серьезный разговор, но могло быть и хуже. Внимательно осматривайте всю пиццу перед тем, как взять себе первый кусочек. В этом случае съели уже два куска, и только после этого обнаружили яйца какого-то насекомого на оставшейся пицце. Этот учебник стоил 97 долларов, и при этом у него даже страницы не скреплены. За такие деньги могли бы и позаботиться об этом. Не знаю, каким образом, но девушка перепутала зубную пасту с обезболивающим кремом. И теперь она не чувствует языка. Лучше в такой ситуации сразу проконсультироваться со специалистом. Постоянные зрители фактории в курсе, что лучше не ставить стеклянную перегородку в ванной. Потому что они имеют свойство просто взрываться без какой-либо причины. Живешь себе, никого не трогаешь, и в какой-то момент замечаешь на своей машине надпись, сделанную гвоздем, просто потому что кому-то было скучно, и он посчитал это веселой выходкой. Семья решила достать из кладовки старые вещи. Каким же шоком для них был тот факт, что осы уже давно превратили все это в свое гнездо. Автор снимка наблюдал, как его сосед на протяжении трех километров ехал по свежей разметке на дороге. Боль водителя, когда он увидел последствия, прочувствовать весьма несложно. Вот почему нужно всегда проверять каждый карман в одежде перед стиркой. В этом случае забыли ручку. Надеюсь, стирали не светлые вещи. Случалось что-то похожее? Присылайте мне свои фото. Не знаю, как это связано, но очки сломались во время готовки картофельного пюре. Надеюсь, специалисты смогут починить эту оправу, потому что очки не самые дешевые. А это уже более классическая кухонная оплошность. Самое обидное, что внутри кастрюли было три килограмма вкуснейшей говядины, которую приготовили гостям. А они придут уже через двадцать минут. В этом случае окно вывалилось во время ремонта. Хочется верить, что на улице еще не настолько холодно, и можно потерпеть, пока не установят новые. В этот момент приходит понимание, что на сегодня все важные дела лучше отменить. Да и на завтра тоже. Незапланированные выходные не всегда приятны. Мужчина заехал в фастфуд, взял себе бургер и поехал дальше по делам. Когда он был уже достаточно далеко от ресторана, понял, что в его бургер забыли добавить самое главное – котлетьку. Семья купила запасной холодильник. В него сразу же убрали напитки. Но никто не проверил, в каком режиме он работал. Оказывается, изначально там стоял режим максимальной заморозки. Две совершенно одинаковые упаковки чипсов. И теперь вопрос – какие из них нормальные, а какие изготовили неправильно? Кто-то взломал автомобиль и украл только ручку коробки передач. Вроде и радуешься, что обошелся небольшими потерями, но с другой стороны все равно как-то неприятно. Вся семья заболела и готовить ни у кого не было сил, поэтому решили воспользоваться доставкой еды. Когда наконец желанный ужин прибыл, его случайно уронили на пол. В этом случае попросили восьмилетнего ребенка убрать яйца в холодильник во время приготовления завтрака. После этого и осознаешь, что пока твоему неуклюжему ребенку такие ответственные задачи ставить нельзя. И вновь кто-то слишком быстро обрадовался покупке новенькой техники. Телевизору было не суждено прожить достаточно долго. Его сломали в первый же день. Дверца холодильника отвалилась и разбила полные бутылки кленового сиропа и соевого соуса. Ну, хоть никто из людей не пострадал, и на том спасибо. Самое неприятное в следующей ситуации тот факт, что этот автомобиль взяли на тест-драйв перед покупкой. Ну, теперь-то точно придется покупать. И сразу отправлять в ремонт. Долгожданная пицца наконец была готова. Оставалось только аккуратно достать ее из духовки. И именно на этом этапе что-то пошло не так. Автор фотографии разбил свой новенький телефон спустя два часа после покупки. Что-то много сегодня неудач с новой техникой. Девушка просто закрыла багажник автомобиля, и из-за этого заднее стекло лопнуло. Кажется, это транспорт женщины Халка. Другого объяснения нет и быть не может. Автор фотографии буквально только что купил эту машину. Он даже не успел получить номера, но теперь они ему и не понадобятся. Все равно в ближайшее время она будет стоять в автосервисе. Этот бассейн сломался в тот момент, пока все мирно спали в своих кроватях. Никто даже не услышал потопа. Зато можно порадоваться за свой крепкий сон. Самое нелепое в данном случае то, что фраза на табличке переводится как «Спасибо за аккуратное вождение». Рано порадовались. В доме проходит ремонт. Мужчина нес на улицу пакет со строительным мусором. И тот порвался прямо перед входной дверью. Этот батончик купили на заправке, и первый укус сделали не глядя. Зато теперь автор фотографии будет осматривать каждую покупку перед тем, как начать ее есть. В самом конце приготовления ужина уронили эту бутылку с оливковым маслом. Сложно представить, как долго потом пытались отмыть плитку, чтобы избавиться от скользких следов масла. Парень хотел порадовать своего друга внезапным кофе, но сюрприз не удался. Все еще есть возможность вернуться обратно и купить еще пару стаканов. Вот почему некоторые относятся к тостерам с осторожностью. Есть вероятность, что он просто самовоспламенится. В этот раз обошлось без последствий. Дело было на парковке. Какой-то автомобиль случайно наехал рядом на упаковку с краской. И кого обвинить в такой неприятности? Автор фото даже не знал, что у его духовки есть режим блокировки дверцы. Поэтому он просто решил потянуть за ручку чуточку сильнее. Девушка забыла убрать упаковку с медом с сушилки для белья перед запуском. В итоге от сильной трески мед упал на пол. Банка ловко перевернулась открытой частью вниз. И теперь совершенно непонятно, как ее поднять, чтобы избежать последствий. Выбери следующее видео для просмотра. И поделись этим видео со своим лучшим другом. Давайте до нового года 3 миллиона подписчиков наберем, а? Я в вас верю. Не подведите.